В тишине одиночества мы начинаем слышать свое сердце. Сатурн – это великий скульптор, который неторопливо работает с пуском гранита, оттекая лишнее и формируя целостный образ. Для того, чтобы отстаивать свои взгляды, необходима духовная сила. Это карта мудрости. Мудрость и есть суть данного аркана. С отшельником человек соприкасается, когда размышляет о смысле жизни и встает на путь духовного развития. Отшельник символизирует жизненный путь и жизненный опыт человека. Он связан с состоянием уединения, ретрита и изоляции. Потому что наш путь по жизни мы проходим самостоятельно и заканчиваем его в одиночестве. Аркан – отшельник тесно связан с идеей самопознания, самоанализа, размышлений, которые приводят нас к внутренней правде, внутренней истине и мудрости. Человек, который выбирает путь отшельника, отдаляется от людей намеренно. Для того, чтобы понять, кто я, какой я в отрыве от социальных норм, социальных рамок. Личность человека в начале пути можно сравнить с необработанным драгоценным камнем, который в руках времени приобретает совершенную форму. Мы можем быть ограничены не только по времени, но и по ресурсам. Но эти ограничения необходимы для того, чтобы побудить нас к действию, к росту. В отсутствии ограничений мы теряем стимул к действию. Отшельник также связан с архетипом мастера. Это человек, который может придать форму не только самому себе, но и окружающему пространству, так как он осознает и понимает изменчивость материальной формы во времени. Продолжение следует... История с пандемией 2020 года, самоизоляцией, карантином. Конечно, проходит в том числе и под знаком этого аркана. Мы больше не можем обманывать себя. Мы не можем убежать от себя. Мы все познаем себя в период каких-то кризисных, сложных ситуаций. Когда нам необходимо осмыслить то, что с нами произошло. Истинное состояние отшельника — это внутренний покой. Когда мы обретаем себя, понимаем себя, нам легче воспринимать происходящее с нами событие. Для того, чтобы отстаивать свои взгляды, необходима духовная сила. Почему? Когда мы говорим об отшельнике, мы говорим о духовном росте. Нужна огромная сила духа для того, чтобы в какой-то момент противопоставить себя обществу. Это одиночество как раз и формирует эту силу духа в человеке. Потому что человек — существо социальное. Для нас это состояние непривычно и тяжело переживается. В период этих состояний, если мы их пережили, если мы смогли вынести этот холод экзистенциального одиночества, понимание, что да, мы действительно одни, в нас самих аккумулируется, концентрируется эта сила духа. Когда мы просто сможем выйти и сказать, да, я такой, это я, и я ценность для этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Концентрируясь на своей внутренней истине, внутренней гармонии и спокойствии, мы растим в себе свет сознания, который, как фонарь отшельника, освещает нам путь. В течение жизни человек переживает несколько возрастных кризисов. Это время для поиска новых смыслов, переоценки ценностей и трансформации. «Кто я сейчас? Какой я сейчас?» Это время для размышлений и вопросов к самому себе. Комфортно ли вам наедине с собой? Чувствуете ли вы внутреннюю гармонию и самодостаточность? Научились ли вы осмысленно переживать свое одиночество? Не закрываетесь ли вы от мира из-за страха перед людьми и переменами? Хотя классический аркан-отшельник представляет собой архетип старца, то есть отправляет нас к зрелости, но с энергией аркана-отшельник мы соприкасаемся на протяжении всей нашей жизни. И это не обязательно то, к чему мы приходим именно в старости. Нам необходимо взаимодействовать с этой энергией на протяжении всего нашего жизненного пути. Эта энергия, эти периоды ухода в себя, в свой внутренний мир, будут служить важными отправными точками, точками отсчета. Субтитры создавал DimaTorzok Отшельник приводит нас к гармонии материи Духа. Он связан с древнегреческим богом Кронусом, Сатурном, владыкой кармы, времени и ограничений. Отшельник приносит с собой отрезвляющий холод одиночества, показывая, что в погоне за ложными целями нам не убежать от самих себя. И сейчас настал момент соотнести то, что для нас действительно важно, с тем, на что мы потратили свою жизнь. Отшельник учит нас правильному восприятию и уважительному отношению к времени, своему и чужому. Если мы не принимаем его урок, то обрекаем себя на страх перемен и вечную борьбу с ограничениями. Для торолога очень важно владеть энергией Аркана Отшельник, потому что она дает нам возможность не обуславливаться ожиданиями клиента и также не обуславливаться и в какой-то мере, и своими ожиданиями. Когда мы находимся в состоянии Отшельника, мы свободны от ожиданий чего-то плохого и чего-то хорошего. Мы просто принимаем реальность как есть, и мы готовы к тому, чтобы воспринять истину, воспринять истинную информацию, которая идет в потоке предсказательного процесса. Продолжение следует... Привет, я ведьма. Я, в первую очередь, художник. Это мое основное дело всей моей жизни. Я рисую картины, занимаюсь дизайном графическим. Также я работаю торологом. Консультирую людей, помогаю им разобраться в каких-то ситуациях, либо делаю какие-то прогнозы на будущее. Потому что второе рисование – это то, что я умею делать в этой жизни лучше всего. То, что у меня лучше всего получается, то, в чем я профессионал. Кон Отшельник – такое состояние углубления в себя. Это такое, можно сказать, позитивное переживание одиночества, когда ты не чувствуешь себя изолированным, а когда ты чувствуешь себя самодостаточным, целостным. Это архетип мудреца. Это такое состояние углубления в себя, самоанализа. То есть это такое познание внутреннего космоса. Когда мы находимся в одиночестве, мы встречаемся с самим собой, наедине с собой. И кого-то это может пугать, потому что, конечно, порой мы встречаемся, точнее, мы содержим в себе такие вещи, с которыми бы не хотелось встречаться, которые бы нам не хотелось признавать. Но не обязательно идти в это, не обязательно идти в какие-то сложные темы. Это может быть возможность одиночества, это может быть возможность просто встретиться с самим собой и подружиться с самим собой, узнать себя лучше, может быть, как-то по-новому посмотреть на себя, что-то переосмыслить. Но не обязательно в каком-то депрессивно-негативном ключе, а в позитивном, например. Старец, мудрец, у него уже есть за плечами некоторый накопленный опыт, и он идет в это путешествие со всей какой-то внутренней тяжестью или, наоборот, со накопленным опытом жизненным. Отшельник – это все-таки энергия Сатурна, это планета структуры, это такая энергия кармы, вот этих вот прошлых всех наших дел, воплощений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok